Во второй день празднования Дня города и района состоялось торжественное собрание в городском Доме культуры. В этот день отметили тех, кто личным многолетним трудом и талантом завоевал уважение и любовь своих соотечественников. В зале собрались делегации из 15 поселений района, которые возглавляли главы поселений, а также ветераны труда, труженики, предприниматели. Торжественное мероприятие началось с парада флагов. Воспитанники детской школы искусств имени Григория Пономаренко внесли на сцену флаг Славянского района и 14 флагов – символов поселений нашего района. Затем были приглашены главы поселения и глава Славянского района Роман Сенеговский. За каждым нашим достижением – производственным, социальным, культурным или спортивным – по кирпичику складывается статус Славянского района. День за днём создаётся славная летопись нашей малой Родины. И сегодня все мы имеем возможность любоваться замечательными, уютными и благоустроенными населёнными пунктами района. Видеть счастливые лица его жителей и гостей, улыбки и радость детей. И в том, каков наш район сегодня, огромная заслуга каждого из вас, уважаемые земляки. Ваш труд, ваша забота и ваша любовь к заветному уголку родной Кубани, лучшему муниципальному образованию Краснодарского края – Славянскому району. Люди, которые выходили на сцену в этот день, получили награды. Они – живая история нашей малой Родины. Их имена широко известны не только в поселениях, где они трудятся, но и в районе. Ни один год они отдали любимому делу – заслужили признание земляков. Один из них – директор ООО «Стройспец. Природа камень», заслуженный строитель Кубани Тигран Иорданян. Он неравнодушен к проблемам земляков, постоянно оказывает благотворительную помощь для развития территории города и района, активно участвует в краевых и районных благотворительных акциях, поддерживает развитие спорта в районе. Вечерние посиделки ветеранов на одной из красивейших территорий парк-отеля «Уют» организованы по инициативе Тиграна Иорданяна. В этот день его наградили в номинации «Социальная ответственность и бизнес». Около 30 лет я уже создал предприятие строительное. И здесь я получил заслуженного строителя Кубани, и Орден третьей степени, и много-много другое. Конечно, я обязан помочь людям, которые нуждаются, как уже три года или более трёх лет. Существует помощь, оказание пожилых людей, как вы знаете, по вторникам. У нас они приезжают 150 до 200 человек уже три года. Также детей, которые приходят к нам, мы бесплатно их помогаем. Директор лицея номер один имени семи героев Советского Союза Любовь Белик также была в числе награждаемых в номинации «Руководитель года». Она более 30 лет посвятила благородному педагогическому труду. Под её руководством лицей номер один неоднократно занимал лидирующие позиции в системе образования Краснодарского края. В настоящее время учреждение представлено в списке топ-лучших школ Кубани по результатам ЕГЭ. Это награда прежде всего коллективу, потому что если бы не коллектив, который стоит за мной, то все эти успехи, все эти достижения, которыми на сегодняшний день сломали лицей номер один, они бы были просто нереальны. Поэтому это признание прежде всего тех успехов, которые на сегодняшний день имеет лицей номер один. Они, поверьте, достаточно значимы не только на уровне нашего района, но и на уровне нашего края, на уровне России. И вот сегодня награждали нашего учителя, который подготовил победителя краевого уровня, участника всероссийского уровня Олимпиады. Это, конечно, общая победа нашей школы. Поэтому благодарны за признание достижения лицей номер один. В этот день награждали славянцев в различных номинациях. За вклад в развитие местного самоуправления, предприниматель года, честь и доблесть, верность профессии, прорыв года, мастер своего дела и других. Славянцев всегда отличала любовь к своей земле, к своей малой родине и стремление созидать на его благо. Это и есть итог всех побед и преобразований. Учителя, врачи, предприниматели, работники культуры, спортсмены, пенсионеры и молодёжь были награждены в номинации «Человек своей земли». Славянская земля сильна трудолюбивыми и талантливыми людьми, их любовью и патриотизмом, верностью своей малой родине. Люди разных профессий, интересов пишут летопись славянского района. Их дела стали гордостью и большим достижением в развитии района. Яркими творческими номерами собравшихся порадовали лучшие коллективы нашего района. Дина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.